Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Солгараева и вот о чем расскажем сегодня. На прямой линии с президентом. Прежде всего есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. О чем Владимира Путина спросили из Татарстана? Узнал Дмитрий Аринин. Дорога в цифрах. Молодежь гоняет, машины черт поймешь какие. Какие районы ухудшили статистику по ДТП и что правительственная комиссия сделает для улучшения ситуации на дорогах? Узнал Рамиль Шайдулин. Три смертельных случая за этот год. Инспектор туда вышел, он же не бывает здесь целыми днями. Здесь строительный контроль. Почему подрядчики пренебрегают элементарными касками на стройплощадках? О правилах безопасности Альбина Минибава. Преданной профессии. Ангеловин Лада Гратта. В Татарстане наградили победителя республиканского конкурса «Врач года» Акша Шакляр. На церемонии побывала и Анна Городнова. От роста цен на бензин до перспектив строительства мусоросжигательных заводов. Сегодня Владимир Путин более четырех часов отвечал на вопросы россиян. Состоялась 16-я по счету прямая линия. По итогам первого часа Татарстан по количеству вопросов в первой тройке. Так какой же вопрос прозвучал в прямом эфире и каким был ответ президента Дмитрия Ренин? В этом году Владимир Путин впервые к диалогу с россиянами подошел не один, а в компании министров и губернаторов. Они на своих рабочих местах следили за происходящим по конференц-связи и были готовы ответить на касающиеся их вопросы. Наготове был Рустам Миниханов, но его помощь не потребовалась. Вы тогда сказали полоса серая. Как и в прошлые годы начали с глобальных тем и ситуаций в экономике. Сегодня Владимир Путин ответил, что в стране наметился рост по ключевым показателям. В какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. За годами общение с Владимиром Путиным становится все более мультимедийным. Теперь не только звонят, пишут смс, но и отправляют в видеообращение. В этом году из Татарстана пришло несколько таких. О судьбе татарского языка, строительстве мусоросжигательного завода, генплане Казани. А мальчик из Бугульмы попросил отремонтировать его школу. Дойдут ли их обращения до адресата, сегодня у телевизора следили жители казанского поселка Большие Клыки. Люди переживают, что по новому генплану их дома из-за строительства дороги могут снести. Надеемся, что наше обращение дойдет до главы нашего государства. Ожидаем, что он возьмет под контроль данный вопрос. Этот вопрос в эфире не прозвучал. Из гуще обращений со всей страны озвучили тревогу татарстанцев по поводу роста цен на бензин. Сообщение из Татарстана. Вчера было 39, сегодня уже 41. Владимир Путин ответил, что он тоже недоволен этой ситуацией. Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования. Вызванные на связь члены правительства ответили, что меры уже приняты. Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. На экране в студии появился еще один вопрос Татарстана о низких закупочных ценах на молоко. На него в эфире не ответили. Как сообщили, по итогам первого часа общения по количеству обращений и комментариев, татарстанцы оказались третьими после Москвы и Санкт-Петербурга. А на третьем месте республика Татарстан. Еще один острый вопрос, касающийся республики, о строительстве мусоросжигательных заводов. Владимир Путин поддерживает появление в стране этих предприятий. Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов. А речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями. Владимир Путин рассказал, изменения в налогообложении будут, но повышение НДФЛ не планируется. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным. Всего к исходу четырехчасового общения Владимиру Путину пришло более двух с половиной миллионов обращений. Как заверил президент, все, что не вошло в эфир, без внимания не останется. Дмитрий Айринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Садятся за руль пьяными и совершают смертельное ДТП. Ситуация в районах критическая. Сегодня это выяснилось на выездном заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы отправились в Чистопольский район. Он в лидерах, как самый аварийный. Рамиль Шайдулин о том, как разруливают ситуацию. ДТП в центре города. Машины не смогли разъехаться на пешеходном переходе. Итог – удар. В этот раз без жертв и нетрезвых за рулем. Из-за которых Чистополь в этом году стал антилидером республиканского рейтинга под ДТП. Молодежь гоняет. Машины, черт поймешь, какие. Все металлоломы ездят. Постоянно ДТП, постоянно вырезается. Я сам из района, но Чистополь не знаю так. Но бывает немножко. Так в районе нормально. Светофор на перекрытие поставили. Нурлат вот, Альмейский. Это тоже хорошо. С января по май на дорогах района произошло 9 аварий с летальным исходом. Первое случилось на трассе Казань-Оренбург. Погибли два человека. Последние в черте города. В следующем периоде в Чистопольском районе было совершено два анализа пешеходов. На них были пешеходные переходы. В обоих случаях переход имели недостатки. Спустя время в городе появились вот такие вот Чистопольские ноу-хау. Якобы инспекторы, якобы с радарами. И только вблизи водителю станет понятно, что это всего-навсего макеты. Но к этому времени он уже скинет скорость. В этом-то и задумка. Потенциально опасный участок здесь. Вот в этой зоне, где автобус останавливается. Из автобуса может выехать машина. И здесь наехать на пешехода. Самый проблемный участок центральный перекресток города. А самая частая причина ДТП, как показала статистика, нетрезвые водители, 7 смертельных ДТП из 9 были с участием пьяных. Раньше если лишали, то на 5 лет лишали. А теперь водитель, он уже если даже выпивает и едет за руль, он уже осознанно это делает. Нетрезвые за рулем проблемы не только Чистополя. Алкоголь в крови водителей после аварии зафиксирован в Ознакаевском, Пестричинском, Зеленодольском и Черемшанском районах. Ну, если количество пьяных водителей не замечает, наверное, есть только причины. И в плане того, давайте поработать с ними. Такое решение предлагает татарстанская ГИБДД. В течение двух лет не выдавать прав водителям, лишенным их за пьяную езду. С этой законодательной инициативой орган предлагает обратиться в Госдуму. Рамиль Шайдуль, Номерзалюша, ТНВ, Чистополь. Из бараков сразу в новый современный дом. Сегодня в поселке Высокая гора в квартиры заселились 24 семьи. Это 70 человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, участники программы социальной ипотеки и переселенцы из-за аварийного жилья. Почему новоселам не придется беспокоиться о чистоте воздуха и экологии? Сергей Хайдаров. Эмоции переполняют сегодня всех. Так внуки и дочка радуются за Найлюшу Ихудинову. Эту двухкомнатную квартиру она получила по программе соципотеки. Комнаты большие и светлые. Будем к бабуле в гости приезжать. Нам квартира очень сильно понравилась. Квартира чудесная. Мы в восторге от квартиры. Но после 18 квадратов, там где жила мама, конечно, такая шикарная, уютная квартира. И вот первое семейное чаепитие в новой квартире. Вода, электричество, газ и все необходимое для комфортной жизни. И для соседки имени Баянка Шаповой это заселение долгожданное. Мама всю жизнь у меня жила в бараке на станции Бирюлье. Всю жизнь в бараке. Барак у нее сгорел три года назад. По аварийному жилью дали вот эту квартиру. Природа и чистый воздух. Этот 24-квартирный дом построен практически в лесу. Его двор уже обустроен детской площадкой. И совсем скоро рядом с этим трехэтажным красавцем появится сосед. 18-квартирный жилой дом. С начала года по жилищным программам Гожжилфонд ввел в эксплуатацию 101 дом. Это более 2,5 тысяч квартир. Вблизи есть и школы, и детские сады, центральный районная больница, центральный дом культуры, спорткомплекс. То есть вся инфраструктура рядом. В Высокогорском районе планируют начать строительство еще трех многоквартирных домов. Земельные участки для них уже подобраны. Район соседствует с Казанью, поэтому спрос на социальное жилье здесь высок как никогда. Сейчас в очереди стоят 250 семей. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Без касок, защитных очков и специальной световой экипировки. В этом году на стройках республики 8 несчастных случаев. Три из них со смертельным исходом. Сегодня инспекторы отправились на объекты, чтобы показать, как нужно соблюдать правила техники безопасности. Инструктаж от Альбины Минебаевой. Дуйте. Сюда только с разрешения алкотестера. Таковы здесь правила безопасности. Для техники своя полоса, а пешеходам специальная деревянная дорожка. Такие правила появились после несчастного случая на стройплощадке. Когда находится на своем рабочем месте, может сразу понять, где он в данный момент находится и каким образом ему нужно будет двигаться. План эвакуации даже на этапе строительства тоже одной из правил техники безопасности. Каждый третий погибший на стройплощадках республики – это рабочий, который упал с высоты. Самые распространенные смертельные случаи на стройке – это падение с высоты. Элементарно, говорят, отсутствуют вот такие ограждения перед шахтой лифта, которые могут спасти рабочего от смерти. Восемь случаев, из них три смертельных, в том числе в Домхурстрое один смертельный случай есть. Поэтому вроде крупная компания, но должна ответственно относиться. Поэтому компания, компания рознь. Гостроинадзор в прошлом году проверил 1200 объектов внимания на технику безопасности и документацию. За пять месяцев штрафы на 4 миллиона и попадаются на элементарном – рабочие без касок. Оповещаем за три дня до начала проверки. Программа проверок есть. Известно, что у нас 12, допустим, июля выходит инспектор на объект. Тем не менее, умудряется попадаться на нарушение. Строительные компании подстраиваются под родной язык рабочих, ведь 40% – это приезжие из ближнего зарубежья. И чтобы снизить статистику травматизма, инструкции на таджикском или узбекском. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Штурмовое предупреждение объявлено в Татарстане. Синоптики сообщают, этой ночью на почве ожидаются заморозки до минус одного. В республике сохраняется прохладная и дождливая погода. Ночью температура около 50 градусов. Не стоит ждать тепла и днем. Столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, сообщает гидрометцентр республики. Это новости на ТНВ и далее в программе. Преданной профессии. Автомобиль «Лада Гранта». В Татарстане наградили победителей республиканского конкурса «Врач года» Акша Шахляр. На церемонии побывала и Анна Городнова. Брендированный чак-чак и питьевая вода специальны к Чемпионату мира по футболу. Сладкость, самый сладкий, медовый. Искушение, можно сказать. Как готовится удивлять туристов, татарстанские кулинары узнал. Слава Тухмадулян. Сквер рядом с памятником Уланру Вахитову и холм при строительстве не пострадают. Сегодня Рустаму Миниханову презентовали исправленный проект многофункционального центра у Вахитовского холма в Казани. Турецкий холдинг «Полимекс» в обновленном проекте учел пожелания горожан. Сквер, расположенный на вершине холма, реконструирует. Шахматную школу имени Нижмеддинова планируют перенести на новое место, скорее всего, на улицу Яники, рядом с 98-й школой. Торговый офисный центр будет построен дальше холма. Президент проект одобрил и поручил увеличить территорию сквера. В эту профессию приходят только по призванию. В Казани сегодня наградили победителя республиканского конкурса «Врач года» Охша Щекляр. Всего пять номинаций. В этом году на конкурс заявились 152 врача из городов и районов республики. С теми, кто каждый день совершает подвиг в белом халате, познакомилась Анна Городнова. Белые халаты сегодня они сменили на костюмы и вечернее платье. Это практически единственный день в году, когда накануне праздника медработников сотни врачей со всей республики собираются вместе. По традиции, к каждому белые цветы – символ чистоты и бескорыстия профессии. Руководство республики поставило перед нами сложные и непростые задачи. Повышение рождаемости, ликвидация кадрового дефицита, доступная качественная медицинская помощь и, конечно же, повышение продолжительности жизни нашего населения. А сделать это можно только в команде, подчеркнул министр. В этом году на конкурс было подано 152 заявки со всех районов республики. Определял победителя общественный совет при Минздраве. Учитывали и мнение татарстанцев. За любимого врача можно было проголосовать на интернет-страницу Минздрава. В зале сегодня и благодарные пациенты. Два года назад у Гульнары Абдулины обнаружили опухоль головного мозга. Спустя месяц после операции она узнала, что ждет второго ребенка. Риск потерять его и саму женщину был велик. Но команда врачей 7-й больницы, МКДЦ и РКБ рискнули. И сегодня их награждали в номинации «Уникальный случай». В любой момент могло случиться непоправимое. Мы могли потерять и женщину, и ребенка. Но настойчивый характер самой беременной и успехи 7-й городской больницы, РКБ, МКДЦ привели к тому, что беременность завершилась благополучно. Чему мы очень рады. Я сказал, Бог дал. Надо рожать. Вот я и согласилась на это. Я очень благодарна своим врачам. Врачом года 2018 становится Бодрова Резида Ахметовна. Физиотерапевт госпиталя ветерана «Воин Казани» в профессии более 20 лет. Под ее руководством открыто первое в Привожском округе отделение реабилитации. Инновационные методики, тиражированные по всей стране, позволяют ежегодно снижать инвалидность на 5-8%. Награда 100 тысяч рублей из рук президента. В республике очень много делается частью укрепления материально-технические базы и крупные центры, и межрегиональные центры. Очень большая работа идет сегодня по первичному звену. Но самое главное в этой конструкции системы – это люди. Если ты сумел помочь хотя бы одному пациенту, это продает невероятные силы для того, чтобы помочь остальным, несмотря на какие-то личные проблемы. Лучшим медработником признали Рушунью Ахмедшину, фельдшера из Балтасинского района. Участковый педиатр Заинской больницы Григорий Абрамов стал лучшим врачом первичного звена. В почете и ветераны профессии. Легендой здравоохранения назвали Александра Дубровского из Тетюш. 20 лет он возглавлял районную больницу. По его инициативе в республике начались массовые медосмотры. На каких должностях я бы не трудился, для меня всегда был приоритет. Это отдать все свои силы, знания, опыт, организаторские способности одному. Было подчинено. Это сохранение и приумножение здоровья сельского жителя. Автомобиль «Лада Гранта». На новенькой машине сегодня уехал Зефер Сафин, фельдшер из Алексеевского района. Он обслуживает почти 900 сельчан и ходит на вызовы пешком. За время его работы рождаемость выросла. Не было ни одного случая материнской и младенческой смертности. Это неожиданность для меня, конечно. Машина будет служить и далее для моих пациентов. Денежные призы и гранты на зарубежные стажировки получили сегодня в награду все номинанты. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Читают все в Альметьевский уличный литературный фестиваль «Бяки-буки». Уже пятый год подряд для горожан книжная ярмарка, творческие встречи с писателями, шоу-программы и мастер-классы. Сегодня в гости к маленьким читателям приехала писательница из Казахстана Аделия Амараева. Ее альметьевцы выбрали путем интернет-голосования. В сквере литературный дворик в честь гостей открыли скульптуру в виде клевера с ее именем. Это безумно приятно, это опять же неожиданно, это необычно, и это символично, что это клевер. Ни рука, ни нога там, это клевер. И это большое событие, на самом деле, мне кажется, в жизни писателя. Я еще до конца не смыслала. Попробовать блюдо национальной кухни, познакомиться с Казанью через аудиогида и воспользоваться бесплатным интернетом. Сегодня на линию вышел экскурсионный ретро-трамвай, маршрут от железнодорожного вокзала до речного порта. Путешествие длится 35 минут, экскурсия доступна на семи языках. Когда старый и новый джаз сливаются воедино, сегодня в Казанской ратуши закрывается третий джазовый фестиваль от Эль-де-Виль. В эти минуты там находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, расскажи, что происходит на закрытии и чем запомнится этот фестиваль. Здравствуй, Альбина. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь на закрытии джазового фестиваля от Эль-де-Вилла, который за все время своего проведения включил в себя сразу шесть концертов, в котором приняли участие лучшие джазовые исполнители из России и Соединенных Штатов Америки. Ну а что касается этого закрытия фестиваля, то на него организаторы, конечно же, сделали основной упор. И с него зрители уйдут с прекрасным воспоминанием о атмосфере изысканной Франции. Потому что именно сегодня выступает квартет из этой страны. Они именно в Казани презентуют сегодня свой новый альбом и короткий отрывок. И за их выступлением мы предлагаем послушать нашим телезрителям прямо сейчас. Сегодня нам повезло, нам удалось утром погулять по городу, посмотреть. Потому что не так часто такое бывает во время турне, что удается найти время на прогулку. И все, что мы видели, нам очень понравилось. Что ж, что происходит сегодня на сцене, как нельзя лучше знакомят казанцев с французской культурой. И сегодня это очень актуально, потому что уже совсем скоро, а именно 16 июня, сборная Франции стартует на чемпионате мира именно в городе Казани. Ну что ж, под звуки джаза мы ждем наступления чемпионата. Ну и, конечно же, ждем, что фестиваль снова вернется в столицу республики. На этом у меня все. Альбина, тебе слово. Спасибо, Сергей. Я напоминаю, это был Сергей Хайдара. Сейчас он работает в Казанской ратуши, где завершается джазовый фестиваль «Отель де Вилье». На сувениры «Чак-чак и вода» такое предложение подготовили туристы Мундиаля, татарстанские маркетологи. Продукция с маркой «Визи Татарстан» появится на прилавках уже завтра. А сегодня с ней познакомились латиноамериканцы. Как готовят «Чак-чак» для гостей и какие еще продукты попадут под республиканское брендирование. Салават Мухаммадуллин. Воды почти нет, можно сказать. Яйцом упавлюсь. За мест теста раскатка и разделка на полоски. Горячая фритюрница принимает новую партию будущего чак-чака. Самый сладкий момент готовки – полимание меда. «А у вас нет иногда соблазна взять кусочек себе какой-нибудь и съесть, например?» «Ну, слушай, конечно». Не удержались и мы и уговорили поваров угостить нас лакомством. «Это горячий прямо оттуда, да?» «Ну, как?» «Я тоже не удержусь и попробую». «Ммм, вкуснятина! Все руки теперь в меде, но...» «Так внимание оператора захватил испанский Эйслу Валеевой. Она ведет блог про Татарстан для латиноамериканцев». «Есть видео, которые набирают, особенно с Кубка Конфедерации, конечно, они очень любят футбол, которые набирают по 300 тысяч, 400 тысяч просмотров». «Перед тем, как сладости с экрана мобильного телефона попадают в магазины, их упаковывают, кстати, совершенно разными способами». «Все это внутренняя кухня. Старания поваров на прилавках мы видим в таком виде. Среди десятка вариантов выделяется новинка. Произведено в Татарстане на обратной стороне информации на английском. Это брендированная версия специальной к чемпионату мира по футболу». Аэропорт, вокзалы, магазины и сувенирные лавки ждут его уже в ближайшие дни. Вместе с Чак-Чаком, казанцем и туристам предложат воду под брендом «Визит Татарстан». «Чтобы, условно говоря, каждый турист покупал в Татарстане 10 или 20 коробок Чак-Чака своим друзьям, близким и так далее». Но и это не все. В планах выпуск под брендом «Визит Татарстан», «Толкаш Кавале» и «Козылыка». Словат Мухаммадуль, Мухаммедов ТНВ, Казань. «Усы надежды» сегодня общественность обсуждает инициативу телеведущего Ивана Урганта. Он предложил поддержать тренера сборной России Станислава Черчесова необычным образом. Для этого нужно отрастить усы и выложить фото в социальную сеть под хэштегом «Усы надежды». Сегодня к акции присоединилась и наша служба новостей. «Тренеру сборной России нужна наша поддержка. Против него сейчас все, и прогнозы, и погоды, и законы физики». Усатому тренеру усатая поддержка. Ее предложил Иван Ургант и сам отпустил усы. «Мы начинаем акцию поддержки. Выкладывайте свои фотографии без усов и с усами. К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков». Всерьез и для развлечения, но многие уже поддержали акцию. Наша редакция также решила присоединиться. Усы теперь у всей творческой группы. «Мы сбреем наши усы только в случае победы сборной России». Усы, как известно, бренд личности. Мы спросили у их преданных носителей, готовы ли они сбрить их ради исторического события. «Во-первых, я не любитель футбола. И ради даже самой блестящей игры в этот спорт не готов делать какие-либо ставки. Во-вторых, я не любитель нашей футбольной сборной. И не потому, что я в них не верю, а просто вот в силу вот этих двух обстоятельств я не хочу собственные бренды, усы – это часть бренда, да, ставить в залог, там, в зависимости существования усов от того, как сыграет та сборная, которую я мало того, что не верю, еще не очень люблю. «Мои усы, они на своем месте, а спорт – это на своем месте, поэтому я их трогать не буду. Потом меня на улице не будут узнавать. Это будет для меня большой проблемой. Это часть моего имиджа». «Я легко соглашусь пожертвовать и усами, и даже своей бородой, потому что прекрасно понимаю, что этого не случится». Несмотря на то, что в чемпионство в нашей футбольной сборной верится с трудом, не все готовы сбрить усы. Хотя приз интересный. «Победитель получит право сыграть на поле вместе со сборной России, выйти на поле на 20 минут во втором тайме матча с Уругваем». Альбина Слагараева, Алисан Сабирова, Илья Хабибуллин, Руслан Куснудинов, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань». А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Каждый день ставит перед нами новые задачи, которые порой кажутся простыми, но они сложнее, чем мы думаем, для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр «Марка Ниссан». Только в июне заберите свой «Ниссан» без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Удачная подсечка. И вот она награда. Но все начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине «Подсекай». Хватит мечтать! В автоцентре «Марка» пора покупать! Только до конца июня японский датсун «Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника «Кузляр». Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. До чемпионата мира по футболу в России остается ровно неделя. 14 июня в Москве прозвучит стартовый свисток поединка между Россией и Саудовской Аравией. А хоккейный «Акбарс» тем временем продолжает формировать свой состав на следующий сезон. Главная задача руководства – сохранить костяк чемпионской команды. Ранее стало известно, что капитан «Барсов» Александр Свитов остается в Казани еще на один год. Также продлил контракт нападающий Александр Бурмистров. Его соглашение рассчитано на два года. Кроме них, защитник Альберт Юрулин будет выступать за «Акбарс» еще как минимум два сезона. К другим темам. Лучшие боксеры по Волжью собрались в Набережных Челнах. Там завершилось первенство России среди юношей и девушек до 22 лет. Чемпионат прошел в рамках спорта-киады страны. Всего на домашней первенстве татарстанские боксеры выиграли 4 золотые и 1 бронзовую медаль. Учитывая статусы остальных соперников, результат более чем достойный. На ринге проигрывали даже мастера спорта. Все победители автоматически попадают в сборную Приволжского федерального округа по боксу. Ближайшие старты спорта-киада народов России. У нас здесь есть победители первенства Европы, мастера спорта. В основном в финале все мастера спорта боксируют. И мастера спорта международного класса. Даже победители первенства России и Европы. И в завершении к новостям тенниса Казанской академии готовы принять один из самых престижных стартов среди юношей и девушек. С 9 по 16 июня в столице Татарстана на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма пройдет первенство России. В соревнованиях примут участие более 80 теннисистов до 13 лет, которые поборются в парном и одиночном разрядах. Сборную республики представят Роверт Галюлин, Самат Закиров, Карим Шамсудинов и Полина Хратюк. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23. Телефон 2-167-166. Приглашаем в ТРЦ Южный на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. В выставке «Мир динозавров и веселые мультяшки» открылись в ТРЦ Южный по адресу Казань, проспект Победа, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. Ну что ж, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики облачно, местами дождь и до 16 градусов выше ноля. На северо-востоке Татарстана местами ожидаются дожди. Температура воздуха там составит плюс 16 градусов. На севере республики пасмурно, местами дождь плюс 16. На северо-западе облачно и дождливо, до 15 градусов тепла. На юго-западе республики тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит плюс 17 градусов. В центре Татарстана переменная облачность, в Мамадыш ожидается дождь. Температура воздуха там составит плюс 16 градусов. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазма-лифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани в предстоящие сутки ожидается дождь и до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Магнитное поле земли спокойное. Спонсор выпуска – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли и операций на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова